Огромную вселенную мира Вархаммер можно разделить на два основных направления. Первое это Вархаммер 40 тысяч и второе это Вархаммер Фэнтези. Давайте более подробно рассмотрим эти различные миры, выясним, что в них общего, а что различается. Всего я выделил 8 фактов об этих различных вселенных. Вселенная Вархаммер 40 тысяч и Вархаммер Фэнтези имеют множество параллелей и связей, но их отличия также значительны. Давайте попробуем систематизировать в виде различных 8 пунктов. Начнем. Первое. Исторические корни. Вархаммер Фэнтези была создана в 1983 году Брайаном Анселом, Риком Прейсом и Риком Халлетом. А Вархаммер 40 тысяч была создана несколько позднее, в 87 году, теми же Риком Прейсом и Риком Халлетом. Получается два из трех автора у них одинаковые. Оба мира разработаны компанией Games Workshop. Факт номер 2. Жанры. Вархаммер Фэнтези является высокофантастической вселенной с магией, мифическими расами и средневековым сеттингом. А Вархаммер 40 тысяч – это научно-фантастическая вселенная, которая происходит в далеком будущем, где ведутся кровопролитные войны между различными фракциями и инопланетными расами существ, такими как Некрона, Тираниды и Тао, чего нет в Вархаммер Фэнтези. Третий пункт – это расы. Оба мира включают множество уникальных рас, таких как люди, эльфы, гномы, орки и демоны. Однако эти расы представлены существенно иначе в каждом мире. Например, в Вархаммер Фэнтези эльфы являются добрыми и изящными, а в Вархаммер 40 тысяч – они жестокие и беспощадные. Факт номер 4. География. В Вархаммер Фэнтези разворачивается в вымышленном мире под названием Старый Свет, состоящем из континентов и огромных океанов. А в Вархаммер 40 тысяч действия происходят в галактике, разоренной войнами и разделенными по различным планетам и звездным системам. Факт номер 5. Войны и конфликты. Оба мира получили известность благодаря бесконечным военным конфликтам. Однако в Вархаммер Фэнтези более акцентирована война за завоевание и контроль над землей и ресурсами. Тогда как в Вархаммер 40 тысяч войны противопоставляют собой различные фракции инопланетной расы ксеносов, ставшие противниками империума человечества. Факт номер 6. Это магия. Мир Вархаммер Фэнтези является богатым источником магии, в котором представлены различные школы магии, существуют кулдыны, волшебники и магические артефакты. А в Вархаммер 40 тысяч магия сведена к минимуму, за исключением псайкеров. А основным источником силы является технология и научный прогресс. Факт номер 7. Влияние игр. Оба мира имеют огромную популярность и широко известны благодаря настольным играм, книгам и видеоиграм. При этом каждый из них обладает своей уникальной фанатской базой и уникальной атмосферой. Пункт номер 8. Это боги хаоса. Если кратко, то боги хаоса абсолютно идентичны в обоих вселенных. Всего есть 4 основных бога хаоса. Это Кхорн, Нургл, Слаонеш и Дзинч. Этот факт я специально оставил напоследок, так как, по моему мнению, это самое большое сходство в обоих мирах Вархаммер. А если подробно, то боги хаоса достойны того, чтобы их детально разобрать в отдельном большом видеоролике. Итог. В целом, Вархаммер 40 тысяч и Вархаммер Фэнтези имеют много общего. Такое, как темные сеттинги, раса людей и орков, угроза хаоса и бесконечные войны. Однако, эти два мира имеют свою собственную уникальность, отличающуюся друг от друга. Так что подписывайтесь на канал The Ogre и наслаждайтесь, как и я, красотой и многогранностью всего мира Вархаммер. С вами был Мистер Хайт, до новых встреч!